это просто активная оборона если было больше людей с таким опытом эффективнее была бы обычная оборона чем больше ты показываешь, что ты можешь выйти, ты можешь что-то сделать минимально даже выстрелить в их сторону они уже не так наглядят, они уже не так лезут мы вышли вообще в охранение типа парни закапываются, мы типа лежим перед ними, чтобы на них не вышли вот и вот парни пока закапывались один решил сгонять за водой и сгонял так удачно за водой, что нашел воп пришел, они не поняли, что это наш, прикурил у них сигарету и ушел пришел парень и говорит, там они короче сидят костер палят как в голове выглядит сидят палят костер, то есть сидит там пять человек вокруг такого здорового костра и водку жрет мы такие опа вот это везуха и мы такие ну давайте типа это перед тем как домой ехать сходим типа посмотрим что там за воп постреляемся мы думали их там и спешка, спешка там до десяти людей, там еще был воп справа и у них была целая линия то есть там было десять плюс там плюс-минус тридцать и вот так вот я помню только наш командир выходит типа вот с этого ярчика наверх и у него пуля вот так и он падает, я думаю все двести, а он потом начинает отползать, я думаю тяжелый триста он потом уже начинает катиться назад, я понимаю все нормально вот и там скорее мы типа с ними пострелялись чтобы спокойно отойти вот тогда нам мне кажется больше повезло потому что мы тогда так типа шарой тупо поперли туда за второй раз ну мы типа уже знали да, что там есть воп и что надо что-то с этим сделать потому что он чуть ли не в тылу у нас находился и надо было как-то их там ну припугать как минимум то кошмары да провели аэророзвитку мы выпустили дрон отлетали первую батарейку подивилися позиции и быстренько накидали на КРПУ вот после этого запустили другий дрон, но так стало, что с Дібровой тогда как раз работали антидроновыми пушками ну мы втратили дрон, но основные разведания уже собрали по суті ну ось 40 тысяч это цена там дознаться информацией где находится противник ты встачаешься в дрон, но ты знаешь куда ты идешь первая группа зашла на 12, то есть перед противником подошла ближе и начался с ними бой и пока они не были в бой, наша группа заходила за флангу там, где есть маленький холм мы подошли туда и я уже начал заряжать свой гранатомет то есть его провести боев из транспортного установления он уже взялся за кулемет, уже начался с двух сторон по ним мы уже после того, как первая группа начала стрелять, вторая началась стрелять, там уже просто было вот висунули что-то там популяв, популяв, перезаряджив это операция скорее шоковая, чем с прямым наказом что-то занять то есть главная задача была нанести втрат, нанести стрессу и хаос до ряда противника что такой момент очень нужно было отметить это нашего РПГшника, который просто наваливал из всего, что только можно было сначала все летели противопехотные карандаши потом, как уже одного из наших товарищей поранили он разозлился, взял противотанковый так и клуб дыма сделал все кулеметника я ему накрыл, конечно чтобы его не загасили и так мы нанесли больше им урона несколько окопов он там им разобрал 100% он стрелял, по-моему, 4 карандаша он еще поднялся на горочку я помню, смотрю поднялся на горочку, стрелял я думаю, бусинка, как обычно сам обезбашенный просто в плечах, ну типа адреналин и воно как-то, ну страх вообще пропадает у вас будет страх до первого пострела вот только-только первый пострел настаёт и далее уже переключается сведомость и вы начинаете совсем по-иншому думать уже затягивает азарт или ты в кого-то попадешь, или нет или найти противника визуально быстро, быстро так же самое ты дивишься набагато швидше за своими побратимами, или есть кто-то с боку ты совсем по-иншому думаешь и на этом фоне, напевно, ты забываешь про что такое страх больше вылазишь, больше действий и на самом деле одна куля просто пришла через магазин вышла через палець и я зрозумів, что что-то сталося ну, как звичайно кулевое воно там это шумный бель на всю руку наче ударили молотком здоровым и я розумею, что я уже с такой рукой сейчас не боюсь немного отходил сделал небольшой круг кинул турникет на руку под стрессом я понимал, что сам его не затягнул поэтому даже не стал пытаться подошел до этого и уже под конец, когда я понимал что мы выступаем, ребята из первых рядов оттягиваются я с медицей ближе к концу и он говорит мне ну типа, вот парни отходят и сейчас будем прикрывать плечо его зарядил приклад взял в плечо и начали стрелять в целом она нужна была потому что если весь час сидеть то пидеры будут только наглешать чем больше ты показываешь что ты можешь выйти ты можешь что-то сделать минимально даже выстрелить в их сторону они уже не так нагляют они уже не так лизут это было нужно показать что они тут никто на тот момент все были добровольно никто никто нас не заставлял некоторые люди сидят год на войне у них не было ни одного стрелкового боя потом когда от них требуют там когда к ним на СП заходят и от них требование чтобы они дали хотя бы какой-то бой перед тем как отойти люди это не понимают потому что ну типа ты год воюешь ты там должен с ними постреляться как минимум когда они к тебе подходят ну как человек без опыта типа стрелкотни может воевать в обороне типа это просто активная оборона если бы было больше людей с таким опытом эффективнее была бы обычная оборона звук позывный залезяк я сам из Киева мне 21 Лёха из Киева 23 лет было на Вене летом я дед из Венецкой области 21 лет Сева из Киева 22 года 23 будет в апреле тоже из Киева 8 21 лет вот сумма 2 2 2 3 2 3 3 3 5 5 6 5 8